Мне очень приятно, что в такой воскресенье день, в такую прекрасную погоду вы смогли найти силы, желание прийти сюда, послушать. И, наверное, хотите что-то узнать. Что вы хотите узнать? Зачем пришли? Что особенно каждый из вас помнит? Скажите, пожалуйста, вам было быстрее. Больше раз так и так. Мы ищем перемены. Мы ищем перемены. Еще что мы ищем? А каких знаний вы ищете? Каких знаний ищете? Что даже решили послать? Потому что, когда есть вопросы, то есть и ответы. Мне хотелось бы рассказать именно то, что вам нужно, а не то, что я хочу рассказать. Это бывают совершенно две разные вещи. Вы всегда находитесь в самом нужном, что рассказать. Я находитесь в самом нужном, что рассказать. Владимир Владимирович, у меня учатся уже 10 лет. Вы учатся и студенты. И счастлив. И счастлив. И буду еще учиться. Соль-то и потом. Соль-то и потом. Соль-то, я бы задавал, что такое сложное. Возможности используем предполагающие физиологии для повышения спортивных результатов. Потому что тренер только тогда с нами разговаривает, когда вы что-то можете. Правильно? А что вы можете? Не очень много. Вы можете только оптимизировать выполнение своего движения. Для этого надо понять, что в движении нарушено. Первое. А потом, что надо сделать, чтобы это движение было бы восстановлено. И третье. Это сделать. А потом проверить. Вот 4 основные этапа, которые я делаю перед каждым генезиотом, который у вас спортсмен. Сначала увидеть. Потому что мы не можем генетически человека улучшить. Мы не можем сделать больше, чем он физически может, генетически. Но мы можем найти наиболее оптимальный вариант движения, который можно выполнить при помощи того, что человек имеет. Поэтому наиболее часто... Спасибо большое, что это сделал. Кто сделал так красиво? Стас сделал. Да. Поэтому наиболее оптимальные варианты, где мы можем себе найти применение, как кинезиологи, это первое. Нарушение координации и точности выполнения движения. Вот это возможность сделать. То есть посмотреть, где мышцы плохо координированы в движении и до силы, как и точности. Мы можем повысить скорость, насколько это возможно. Повысить выносливость, если повышение толщины. Можно повысить энергетические затраты организма. И можно уменьшить вероятность травмы. Потому что травма – это результат неправильной, согласованной работы мышцы. Если мы согласуем работу мышц правильно, то человек вовремя получит аферентацию от мышц, связанных с уставом, и сможет группироваться, улучшив травмы. И мы можем улучшить восстановление после травмы. Но это общие проблемы для спорта. А для профессионального спорта проблемы другие. Им нужны сантиметры, им нужны килограммы, им нужны секунды. Вот в этом случае очень важно правильно построить свою деятельность. Следующий. Четыре основных фундамента диагностики вы должны сегодня с нами разобрать. Первое. Надо посмотреть, как работают мышцы в движении. А самое главное в движении – это айпат. То есть, по тому, как человек заходит в ваш кабинет, вы можете уже узнать. А есть ли у него какие-то проблемы, которые вы можете у пациента решить? Потому что спорта, к вам не приходит, что у него какие-то проблемы с коленем с уставом. Он говорит, мне нужно быстрее пробежать. Мне нужно дальше прыгнуть. Мне нужно быть более выносливым. А ты должен посмотреть, есть ли какие-то резервы неточности в выполнении движения, которые вы можете устранить, чтобы можно достичь результата. И поэтому первое, что вы смотрите – это разница в шагах. Второй вариант – это нестабильность таза. Друзья мои, я хочу обратиться к вам ко всем, как к бывшим мануальным терапевтам многим из вас. Долгие годы мы занимались мануальной терапией. Я занимался с первого года мануальной терапией. Это еще в прошлом веке. Там еще одно. И тогда наша цель была – устранение функциональных штоков. Как мы хрустили с Владимиром Владимировичем. Вы видели лунки у Владимира Владимировича? Ого-го! Там все, что могло хрустнуть, хрустилось со страшной силой. И что мы получили? Мы получили результат. Мы получили огромное количество пациентов с нестабильностью таза. Когда таз при движении нестабилен, он совершает избыточные движения, а к нему же прикрепляются мышцы ног, а к нему же прикрепляются мышцы поясницы, и нестабильность таза как волнами расходится по всему упорно-двигательному аппарату. А когда мышцы, когда имеется нестабильность, то нет точности координации движений и нет силы сокращения мышцы. Поэтому, как только вы узнали, что есть асимметрия шагов, вы должны увидеть, есть ли дополнительное включение движений таза в ходьбу. Если пациент при ходьбе делает избыточное движение тазом, значит у него имеются проблемы нестабильности. Третий вариант. Нам очень важно, как работает грудо-брюшная диафрагма. А почему это нам так важно? Подумаешь грудо-брюшная диафрагма? Кто знает почему? Дыхание, кислород, обмен, энергия. Еще почему? Канальная медианальная система проходит молодцы. Еще почему диафрагма так важна? Про воздух вы сказали, про дыхание, про энергию мы сказали. Что самое важное в грудо-брюшной диафрагме? Что такое спортсмен? Это ярость. Эмоции. Это эмоции. Конечно, друзья мои. Спорт это прежде всего эмоции. Выиграет не сильнейший, друзья мои. Выиграет те, кто более яростный. Кто может свою энергию ярости так оптимально распределить, чтобы внести энергию в свои движения. И поэтому, если у пациента не работает грудо-брюшная диафрагма, нет дыхания, нет кислорода, нет энергии, есть неоптимальные эмоции. Что такое неоптимальные эмоции? Все спортсмены эмоциональны, вы все знаете. Что такое неоптимальные эмоции? Там, где нужно приступить к боевому действию, возникает страх. Особенно перед стартом. У многих людей на звук пистолета возникает рефлекс паралича при страхе. Кто-нибудь видно, когда, например, идет жучок, и в него тыкнешь палочку, что происходит? И вот так забирают наши спортсмены. И они теряют те секунды, которые так нужны им перед стартом. То есть вместо того, чтобы рвануться со старта, человек просто парализуется на 2 секунды, и он теряет эти секунды. Почему так часто по смену бывают такие варианты? Как вы думаете? Ведущий князь Логина первой партии знает. Почему? А что в диафрагме зажимается? Потому что в пищеводном отверстии груда брюшной диафрагмы проходит какой-то нерв. Блуждающие нервы, друзья мои, проходят. И если у человека зажата груда брюшная диафрагма, то раздражается блуждающий нерв. А это пара симпатической нервной системы. Я уважаю Александра Николаевича Блинкова, который сегодня выступал. Он прекрасно выступал. Мы сделаем его обязательно семинары. Но когда он говорит про эмоции, не говоря о том, что может их провоцировать, это не будет эффекта. Почему? Если у человека зажат груда брюшной диафрагмы, блуждающий нерв, будет все время парадоксальная реакция пара симпатической нервной системы. И с эмоцией страха справиться невозможно. Какая вторая эмоция для спортсмена важна? Кроме страха. Вторая. Какая эмоция его последует? Гнев, конечно. Конечно, ярость, гнев. Гнев против всего, что вокруг происходит. Гнев – это что вокруг? Это печень. А к чему печень прикрепляется в глубоположаемых алистерах? Груда брюшной что? Диафрагма. Поэтому, если у человека имеются эмоциональные проблемы, вам не надо об этом спрашивать. Вам надо посмотреть асимметрию туловища в одну сторону и в другую. Если при ходьбе в асимметрии в одну сторону имеется, а в другую сторону ее что? Не имеется. Вы имеете проблемы с нарушением грудопрюшной диафрагмы. И последний вариант – разница в движении рук. Мы сейчас все где-то с вами гневте посмотрим. Но я бы хотела, чтобы вы понимали, для чего это нужно. Какая разница, будет человек с руками или нет? Подумаешь, с руками легкоет. Взял два партия руки, пошел. Зачем нужны руки? Для баланса нужны руки. Ну, может быть, еще для чего. Думаем, думаем. А зачем мне надо, чтобы вы думали? Мы что хотим? Рефлекс. Рефлекс. Как это надо дать, надо взять? Нет, друзья. Потому что, когда вы думаете, вы начинаете сами рождать мысли, и вам кажется, что то, что я говорю, это ваше мысль. Конечно. Мы с вами обожаем единое поле думающих людей. Зачем нужна разница в руках? Вы знаете, чем отличаются руки от ног? Посмотрите. Висит на чок. На связках и на мышцах. Вы помните, что это какой-то забитренный сустав? Это мощный фиксационный костный аппарат. Вы помните вертлужная впадина? А что такое рука? Она висит на чок? На мышцах. Есть несовершательность движения в руках. А что происходит с мышцами, которые прийти в плечевой пояс? Они снижают свой тонус. И мы нарушаем стабильность плечевого сустава. А что привлекает к грудному отделу позвоночника? Какие мышцы? Мышцы шейного отдела позвоночника. И если не работает плечевой пояс, появляется нестабильность. Где? Шеи, друзья мои. Если у человека не работают правильно руки, если нет движения руки в одну сторону, в другую сторону, снижается тонус грудных мышц, вы зря это не пишете. Вы пишете, на что пишете? И у человека появляется нестабильность шеи. Вы даже не представляете, какое огромное количество спортсменов с мощными мышцами и с абсолютной гипотонией мышц шеи. А это страшно. Почему? Когда пациент наклоняет голову и возникает нестабильность шеи, смещаются позвонки, сдавливаются как сосуды, так и спинной мозг, и возникает геми-гипотония всех мышц туловища. Снижение тонуса мышц на одной половине туловища. Как на руке, так и что? Так и на руке. Что такое голосебетис? Он постоянно с наклоненной головой. Он только силу, он со другого наклонил. И если у нас с одной стороны работает рука и нога, он не может сдавать хорошие результаты. Но если мы будем его смотреть только в положении стоя, мы этого никогда не умеем. Вот четыре основные важные фактора, которые у нас есть. Но там в конце еще последний фактор есть. Ходьба на месте с закрытыми глазами. Зачем? Зачем? Чтобы посмотреть, как нагружен зрительный анализ. И насколько он большой футбол играет, в том, что пациент контролирует. Потому что когда мы имеем проблемы в ходьбе, мы их часто не видим, потому что мы контролируем наши проблемы зрением. И когда мы подключаем зрительный аппарат контроля, очень многие проблемы вдруг неожиданно начинают проявляться. Поэтому вот эти четыре основные, пятый важные факторы, как уделили того, я что-то могу для этого спортсмена сделать или нет. Если пациент симметрично ходит, если у него стабильный таз, если у него нет торзи в туловице корпуса, если нет разницы длины, разницы движения в руках, если он в прекрасном и запретыми глазами, вы ничего с ним не сможете сделать. То есть он в свои генетические резервы, возможности 100. Но если вы что-то из этих моментов смогли получить, то вы будете говорить, что я могу чем-то помочь вашим спортсменам. Перед тем, как идти дальше, я бы думал, чтобы вы посмотрели эти четыре основные параметры. Кто готов выступить волонтером? Друзья мои, только быстро. Дмитрий, прошу. Я знал, что наши люди красивые женщины. С ними подняли нас. Стоп. Владимир, ну что, так сразу? Как Владимир, так сразу? Десять лет. Не знаю. Внимательно смотрим. Я не умею видеть асимметрию шага. Как я могу узнать, что у нее есть асимметрия шага? Как я могу узнать, что у нее есть асимметрия шага? Она будет повязанную стучать ножками. Та нога, которая будет меньше, она будет стучать больше. Та, которая будет двигаться больше, она будет стучать меньше. Давайте посмотрим. Стучит. Ну что, поскольку молодые, красивые, закрывайте сразу глаза. Шаг ногой большой, медленно, небольшими шагами. Хорошо, еще раз пошли. Не бойтесь, вас подходит. Не бойтесь, не бойтесь, еще можно получить шаг в тему. Видна ли асимметрия шага? Интересно. И смешно. Нет, и продолжать насказать насказание. И смешно. Хорошо видно, что она на одной наклоне шагает больше, чем другая. Теперь посмотрите, ровненько, пожалуйста. Теперь я хочу, чтобы вы увидели, как она идет тазом. Откуда вы снимаете? Вот так вы снимаете, да? А вот так вы снимаете? Вот так хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели, как удивительно красиво она совершает движение таза. Очень эротично. И теперь он. Голоса можно открыть. Что вы смотрите в техадке? Вы смотрите, что одна поля поднимается, а другая опускается. Вот это движение. Продолжение следует. Может, это можно собрать? Сложили. Проходу в два. Видно ли о семи кире поясничного отдела по службе? Или не видно? Видна ли асимметрия поясничного отдела по службе? Красивая, гладкая линия. Видно, какая красивая? Тут идет гладкая линия. И раз, такой огромный выступ. Видно ли, какой огромный выступ? Если я положу руки на ее крылья поддох на костей, одна рука будет выше. Видно ли, насколько выше? А если я положу руки на грудную клетку, лебром будет ниже. Такое ощущение, что квадратная мышца резко укорочена. Теперь я хочу узнать, почему такой молодой красивой девушке спазмербана мышца. Я опускаю глаза на ее ягодицы. Восхищают ли вас ее ягодицы? Меня восхищает, но только одна. Какая ягодица вас восхитила? Та, что больше или та, что меньше? Посмотрите, пожалуйста. Одна красивая, большая ягодица. Видно, какая красивая? А здесь что? Легкое неторазумение. И это означает, что когда она совершает движение ногой до ногу назад, когда она совершает движение ногой, она должна делать это движение. В какой мышце? Большой ягодичной мышцы должна делать движение вот этой мышцы. А она что делает? Поясница. Она включает квадратную массу поясницы. Поэтому это первые признаки, что таз нестабилен. Почему я на такие детали крыше ваше внимание? Такой человек идет с болью в поясничном отделе. Справа вы болите или слева? Справа. Или слева? Справа. Справа. Почему справа? Конечно. Потому что места перекрытия мышцы уже сближены. Но лечить эту мышцу бесполезно. Потому что она этой мышцей поднимает ногу назад. Пока у нее будет нестабильный таз, вы не сможете ничего делать с ягодичной мышцей, потому что ногу же надо поднимать. И есть надо делать движение ногой назад, назад. Она не включает большую ягодичную. Она сразу будет делать движение второго грибального перехода. И сколько бы вы ни делали массаж поясничного тела позвоночника, она дойдет до кассы, чтобы заплатить деньги за ваш массаж. И у нее спина заболит, и деньги не получит. Поэтому очень важно посмотреть, есть ли у пациента со стороны таза осилеприя. Я хочу попросить нашу пациенту, чтобы она прошла, чтобы ее как-то красиво выглядит. Как таз будет смещаться в сроке. Хорошо ли видно? Думаю, что у меня здесь есть. Вот если вот отсюда вот и вот так. По столу походи. Смело. Я думаю, что министр вас на здравом. Я вам просто поверю. Пошли. Вперед. Видно, как сладочку увеличили. Раз. 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 Перемьми. Слова. Раз. 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 Посмотрели на правую сторону. Внимально, детально еще раз посмотрите. Очень важно увидеть, потому что, когда человек идет, у него работают все мышцы. И те мышцы, которые не работают, вы всегда можете их увидеть. Потому что суховаживает ее бесполезно. Она спрашивает, что болит здесь. Ай-яй-яй. А вам надо понять, почему. Ну понятно, почему мы тогда, когда вы увидите то, что она делает. Еще раз попробуйте. Правой стороной. Раз. 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 Хорошо ли это видно, уважаемые люди? Как они? Кто может у вас разбить? И эта проблема связана с мышцами, с нестабильностью таза. Я смотрю следующий вариант. Следующий вариант. Как у нее идет торрозит корпуса. Как у нее в руках пришла, а диафрагма работает. Я смогу уже пациенту пройтись, но уже сгоду не на таз, а на то, как она совершает движение руками. Хорошо? Одной рукой совершает движение. Видно ли? Одна рука... Вы прекрасно ходите. Не обращайте внимания. Мало что я говорю. Ну, ну что, одна рука прекрасно совершает движение. А вторая, это дело, что вы все так парализованы. Вам хихихаха, вам хихихаха, а вот человек не работает с грудом, начинает ее право. Откуда будет дыхание? Откуда будет кислород? Откуда будут нормальные эмоции? Там, где нужно будет работать, будет страх, а там, где нужно притормозить, тебе будет гнев. Еще раз, спросите. Посмотрите, какая лица утверждилась. Раз, рука. Я вижу, как левая рука прекрасно идет. Прекрасно левая рука идет. А правая просто болтается. Друзья, вы можете ли вы это видеть? Нет? Теперь я хочу узнать. Я разобралась со стороны. А как у нее торзит лучше, например? Хорошо. Какой-то легкий намек движения в левую сторону, но очень лимитровый. Что такое торзия, товарищ? Кто такое торзия, туловище? Торзия, туловище, это означает, что когда человек идет шаг от продовой, он разворачивает лучше в другую сторону. Он поворачивает в противоположную сторону. И в этих случаях диафрагма сокращается и растягивается, сокращается и растягивается. Самая основная гимнастика не та, которую делал кинезотерапию. Основная гимнастика в правильном выполнении обычных наших движений. И одним из которых является кинезотерапия. Если человек при ходьбе себя травмирует, а не восстанавливает, его невозможно ничем восстановить. Важно же не просто держать правильное гимнастика в зале кинезотерапии. Важно, чтобы эти движения внедрились в тот атом, который человек выполняет при своей работе. Будь то ходьба, будь то вверх, будь то в моменте того, в первое время. Вот таким образом можно будет посмотреть пациента. И я уже вижу, что у меня есть варианты работы. Какие варианты работы? Первое. Разница в полности мышц. Прошу еще раз проверить. Раз, 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 раз. Видали? То есть есть разница в дне шага. Я могу поработать с мышцами шага, иначе у него улучшится ходьба. Второй. У него есть улучшение со стороны таза. Значит, где-то имеется нестабильность таза. Второй фактор может поработать. Нервы груда пришла диафрагма. Третий фактор. И не работают руки. Вы нашли все факторы, которые могут вам помочь восстановить и улучшить здоровье с танцами. Как понятна сама диагностика? Как? Хорошо. Пошли дальше. Завите мне сейчас. Тогда вы можете раздеваться на дневная подчинка с leichtом. Я сейчас буду раздеваться на дневных руках и вслед за собой. Я его буду выводить. Мой человек посмотрел. Я его буду раздеваться на дневной подчинке. Я его буду задеваться на дневной подчинке. Как можно сделать. Итак, мы получили нарушение специальной ходьбы. Что такое ходьба? Это одна нога делает сгибание, а другая что? Разгибание. Когда шаг порочен. Или не работают сгибатели на одной ноге, или не работают разгибатели на другой ноге. Но они не работают в процессе ходьбы, поэтому должна проверить, как они работают в процессе ходьбы. Для того, чтобы проверить процессы ходьбы, я должна провести мануальное мышечно-тестирование. Такому бы дальше не скажут, но никак не может. Я хочу узнать, какая проблема в мышце. Я кладу пациенту на сушенку и смотрю, что из мышц не работает. Нету. Или не работают сгибатели мышц. Или не работают сгибатели мышц. Это минус-максимус и экстензор. Что-то из них не позволяет мышце сделать правильный шаг. А это в скорости теряет 5 потерь секунд. Я прошу пациенту лечь на живот. Можно сидеть? Садитесь, пожалуйста. И хочу узнать, а как работают флексеры? Для этого я прошу пациента соблю ногу вверх. Кладу свою руку с круглым углом 90 градусов. И смотрю, что мой пациент не в состоянии удержать ногу в положении сидя. Хочу... А так ли это с другой стороны? Посмотрите. А с другой стороны это мощность мышцы силы. Еще раз пройдете к вам, я сомневаюсь. Если вы даже посмотрите на ее мышцы, то увидите. Имеется хороший тонус мышцы и выраженный гипотерин. Видели, какой тонус здесь мышцы, какой тонус мышцы здесь? Мне этого мало. Ну и что, что я знаю, что одна нога не реагирует на реакцию? А что с ней надо делать? И вот тут начинается поиск. И этот поиск у каждого человека абсолютно разный. И он будет иметь разные результаты. Что может быть с мышцы? Почему он может не работать? Первая причина. Самая важная какая? Сдавлены нервы, которые нервируют. Правда же? Самая простая причина неврологическая. Даже если какие-то другие проблемы у пациента есть, всегда начинайте с неврологии. Почему с неврологии важно начать? Потому что все, что мы получаем, это результат работы нервной системы. И чем мы отфильтруем лучше нервную систему, тем мы и четче получим от нее результаты. Поэтому первое, что мы смотрим, нет ли компрессии нервов. Как мы можем посмотреть, сдавлены нервы? Сколько просим пациента? Упереться и посмотреть. Смотрите, пожалуйста. Возникло усиление мышцы. Но я хочу узнать, где произошла компрессия. На самом поясничном отделе позвоночника? Или на уровне укороченной или в соус? Потому что, когда пояснично-подвздошная мышца укорачивается, там тоже укорачивается нервы. Давайте проверим, как выглядит элиапсорс. Посмотрите, пожалуйста. В том же положении сидя, только развернув ногу, сделав флексию, сделав наружную ротацию, можем проверить, как работает мышца. Если у пациента исходно пояснично-подвздошная мышца гипотонична, она не может компримеровать нервы. Если мышца гипотонично выше, то это уже не проблема поясничного отдела. Значит, есть проблема, которая располагается выше. Я хочу еще раз подчеркнуть. Когда приходит пациент с проблемой, я должен решить, откуда она идет. И первое, что я решила, я посмотрела, как она идет. Я обнаружила, что когда пациентка делает немножко вперед шаг правой ногой, а разгибание левой ногой, этот шаг меньше. Я хочу узнать, почему он стал меньше. Почему? Когда она делает еще не другой ногой, она делает огромный шаг. А когда делает ногой правой, делает маленький шаг. Я смотрю мышцы-флексоры и мышцы-экстензоры. Что из них не позволит сделать ей большой шаг? Или сгибатели, или разгибатели. Если я увидела, что в положении ходьбы есть такая симметрия, я имитирую эту ходьбу, но уже в положении сидя на кушетке. Я прошу пациента еще раз, покажите. Я прошу еще раз посмотреть рефлекс в положении сидя. Видали, что напрягается мышца? Я знаю, как работает рефлекс, и мышца не работает. Она не может удержать рефлекс, когда мышца имеет изометрическую нагрузку. Но только что, с одной стороны, я забыл, что никто напряжет. Я хочу узнать причину. Это могут быть и проблемы над коленей. Это могут быть и паховый связок. Может быть, проблемы с мышцами. Это могут быть проблемы с грудопречной диафрагмой. Это могут быть проблемы с шейного отдела позвоночника. С чего начать? Начинается с самых простых тестов. Что меняется в реакции мышцы при определенных провокациях? Самая простая провокация. Вы положили руки. Вы сняли нагрузку с позвоночника. И я хочу узнать, что-то изменилось или нет. Если у пациента в положении с нагруженным позвоночником восстанавливается тонус, то это уже не над коленей. То это уже не над коленей. Это уже проблемы, которые располагаются выше, располагаются в области таза или в области поясничного отдела позвоночника. Может быть, я не права. Могу ли я себя перепроверить? Конечно. Я просто положу пациента и хочу узнать. Вот сейчас я разгрузила ее спинку. Видно, сейчас я разгрузила спинку? Как будет сокращение мышц? Положили пациента и посмотрели. А что-то меняется? Обратите, пожалуйста, не торопитесь. Обратите, пожалуйста, не правильно тестировали. Рука строго параллельно голени видали и направлельно тоже строго перпендикулярно. Почему я это говорю? Потому что мы сейчас выпустили новую книжку по мануально-мышечному тестированию, где большая часть картинок посвящена ошибкам. Мы никогда такую книжку не писали. Там мало правильных картинок, мало правильных картинок. А в основном все как много ошибок. Потому что если мы немножко неправильно поставим руку, еще чуть по-другому поставим и получим другой результат. Видно, что рука неправильно стоит? Посмотрите, пожалуйста. Ну, подумаешь, ноготь немножко опустили. Ну и что? Посмотрите, какая будет реакция сразу в мышце. Попробовать по-другому случаю что-то допустить. Давайте так. И у пациента возникает реакция. Потому что было неправильно проведено тестирование. Строго по-другому 90 градусов. Если у пациента в положении лежа, мышцы имеют нормальный тонус. Но в положении сидя мы имеем гипотонию, то это не проблема самой мышцы. И массировать саму мышцу бесполезно. Как это понимается, друзья мои? Не будет встать в коленке. Такой пациент не при этом с гипотонией может. То есть он скажет, доктор, у меня сильно болит колено. Я не слышал. Болит сильно. Зильно болит. Я прошу пациента через голову. Я прошу приподняться на руках. И снова пальпирую больную колено. Нет. Не доеду. Опускайте. Потом. Сейчас меньше. Ну, сейчас появится. Таким образом, друзья мои, у человека болит коленный сустав, а проблема располагается гораздо выше, выше коленного сустава, выше мышцы, которые ее фиксируют. Она располагается на уровне поясничного отдела позвоночника. Но это не ильапсоус. И это не паховая связка. Почему? Потому что она сама по себе и словно гипотонична. Ильапсоус. Если ильапсоус гипотонична, где-то должна быть структура, которая иннервирует. Что иннервирует ильапсоус? Верхнее поясничное что? Сплетение. Если это верхнее поясничное сплетение, должна быть еще одна мышца гипотонична. Не только одна. Нерв уже иннервирует несколько мышц. Какая мышца будет гипотонична? Квадрат и слюмборд. Давайте проверим. Не знаю. Посмотрим. Если это нарушение иннервации, то будет гипотония всех мышц, которые иннервируются в данном мере. Иначе это не компрессивно. Обратите, пожалуйста, внимание. Не терапевтируйте. Обратите, пожалуйста, внимание, как правильно проводится тестирование. Рука располагается на кушетке. Угол 90 градусов. Здесь 90 градусов. Основной упор на тазобедренный сустав. Голова пациента с наслаждением опущена. И прошу пациента проводить движение против сопротивления руки врача. Друзья мои, тут нет компрессии верхнего поясничного сплетения. Почему? Потому что мышца что? Гипотонична. И вот так строится поиск низиологической диагностики. Пациент пришел с болью в коленном суставе. А мы уже поднялись до уровня верхнего поясничного сплетения. Что может еще за гипотония мышцы? Что может еще? Я удивляюсь такое умолчание. Михаил. Какой мышц? Или апсоус. Или апсоус. Еще что может быть? Что может причина и апсоус гипотонии? Вы помните, что на и апсоуса располагается почка? Вы же помните? И если возникает проливание со стороны почки, то возникает реакция висцермоторного рефлекса, и или апсоус снижает свой тонус. Но когда он снижает свой тонус, нефрофтоз еще больше усиливается. Нефрофтоз усиливается, гипотония почки больше, или апсоус больше возрастает. И возникает замкнутый круг. Давайте проверим. Для этого я смотрю, или апсоус в положении лежа, и смотрю, в каком у нас состоянии. Пациентки в положении лежа нет гипотонии. Опять-таки мы переходим к компрессионному снижению, но уже не аналогии. Присядьте, я еще раз посмотрю. Посмотри еще раз тоже. Берем все. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас слабая мышца в состоянии сокращения. Продолжение следует... 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 И очень часто многие кинезиологи вот на этом месте останавливаются. Нельзя останавливаться. Почему? Потому что долгая гипотония одной мышцы приводит к укорочению другой мышцы. А укороченная другая мышца будет ингибировать и все остальные. Вы обратили внимание, что мы когда смотрели посыпку в положении стоя, у нее была выражена гипотония мышцы. А лежа-то гипотонии нет. То есть когда положили ее, нет же гипотонии большой ягодичности. Еще раз покажите, пожалуйста. Я не высадиваю, но как это? То есть как это так? Стоя мышца не включалась и была как дряхляя тряпочка, а в положении сидя получая прекрасную реакцию. Что же могло произойти? А в положении лежа просто выключится ингибиция со стороны квадратной мышцы поясницы. Поэтому если вы проработаете на одной гипотоничной мышце, вы должны растянуть фасции на противоположную. Давайте проверим, действительно ли это нужно. Я прошу пациента снова сократить мышцу, уже укороченную мышцу. Видно, что у нас касается сильная? А потом делают движение и ее растягивают. И смотри, что произойдет в ладикой трески и гипотонии. Это означает, что фасции не способны к растяжению. Проблема мышцы может быть связана не только с тем, что она имеет гипотонию от компрессии нерва, а от того, что фасциальные слои настолько укорочены, что любое растяжение мышцы при движении, которое она выполняет, приводит к ее кубинции. И в этом случае мы работаем в составе нерва. Работа очень простая. Очень простая. Как правило, будет видна разница в ротации корпуса. Сюда тоже, сюда рот. Это первая призна, что квадратный был нерва. Еще раз покажите, плохо было. Нормальный объем движения, плохой объем движения, не хорошо ли это движение? Не торопитесь. То есть пациент не достигает до конца объема ротации. И посмотрите, какой объем движения с другой стороны. Видна ли разница? Не торопитесь. Еще раз покажите. Один объем движения и другой объем движения. Если я квадратную борму не растяну, укорочиваю, то у меня не будет правильного отмечения торси и туловища при хобби. Одна часть диаправмы будет постоянно укорочена, будет комплимиться в другую очередь. Вы пациента располагаете в положении сидя. И пассивно растягиваете мышечные волосы в разных направлениях. Одновременно проводите постукивание. Можно спиной посадить пациента. Посадите сюда. Пассивно растягиваете мышцы и одновременно проводите поперечное растяжение. Пассивно растягиваете в одной плоскости, в другой плоскости, в третью плоскость, достигаясь максимального растяжения мышечных волокон. Этим самым вы растягиваете квадратное фасциальное укорочение квадратной мышцы поясницы. И этим самым вы не позволите ей подавлять большую ягодичную мышцу. Посмотрите, какой объем движения с одной стороны и с другой стороны. Вот сейчас у нее объем движения одинаковый. Правую и правую стороны. Теперь я хочу узнать, насколько у нее сработали паттерны движения. Одну мышцу я восстановила, другую я растянула. А организм, потому что я с ней сделаю, он готов к этому движению, потому что многие мышцы не привыкли об этом по-новому порядку, они привыкли в старость и рельгий. И поэтому важно проверить, как влияет высокоточение одной мышцы на работу другой мышцы. Я хочу узнать, квадратная мышца достаточно хорошо растянулась или нет? Теперь я прошу пациента сократить квадратную мышцу поясницы. Видно ли, сокращая квадратную уборку. И снова проверяя большое ягодичную мышцу. Опять-таки тестирую большую ягодичную мышцу. Проверяй квадратную уборку. И снова перепроверяю. Не забывайте, уважаемые коллеги, что когда у пациента возникает проблема со стороны мышц, очень важно не только проверить гипотонию мышц, не только фасциальное укорочение, но и как мышцы правильно выключились движения. Давайте проверим, как человек восходит. Первое, что мы смогли увидеть, еще раз, вперед. Вы не могли бы один башмачник тогда сцени? Я хочу узнать, я смогла восстановить ее в патру гадьбы. И уже в патру гадьбы шаг становится более несимметричным. Идем дальше. Этого достаточно для ее восстановления здоровья? Нет. Почему нет? Рука не работает. То есть, если мы сейчас не восстановим руки, она не дает нас доказать, но не снова появится болезнь. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит с рукой. Почему пациент не совершает движение руки? Или не работает что? Лексор или не работает что? Сначала проверяем, как работает сам объем движения руки. Посмотрите, пожалуйста. Одна рука фиксирует ключицу и лопатку и смотрим объем движения. Видно ли, рядом с объемом с одной стороны и объемом с другой стороны. То есть, рука не может подняться полностью в движение за счет того, что головка фиксируется в плечевой кости. Объем с одной стороны, как видим, и объем с другой стороны. Это все, что человек может поднять. И в этом случае мы должны начинать сразу с восстановления мышечного полусороста. Первое, что мы проверяем. Мы смотрим, как болезнь на корнеаре при чрезвычайном полусороста швенеи. Второе, мы проверяем. А как работает лопатка? Потому что мышцы не работают тогда, когда она вышла вместо фиксации. А большинство мышц руки прикрепляется к лопатке. Я ставлю руки на углы лопаток и прошу пациента. Проведите, пожалуйста, эти руки. Что должно быть с лопаткой? Они должны с ними лично ходить что? В сторону. Там, где имеется нестабильность, лопатка отходит быстрее. Видно ли, какая разница? Посмотрите, пожалуйста. Насколько одна лопатка ушла в сторону, надо ли к другой лопатке. Практически вообще у нас возобранную клетку. Таким образом, когда у пациента нестабильна лопатка, у него бывают проблемы с плечевым суставом. Я хочу, чтобы вы еще раз меня услышали. Если болит плечо, если не работают мышцы, первое, что нужно делать, это надо стабилизировать лопатку. А чем у него стабилизировать? Мышцы. Опять-таки мышцы. Первая мышца, которую мы смотрим. А как работает стабилизация мышцы? Передняя зубчатая мышца. Зубчатая мышца фиксируется стабилизирует лопатку грудной клетки. Я прошу их просмотреть и смотрю их только не в одном положении, а в нескольких положениях. Раньше мы всегда смотрели зубчатую мышцу только в одном положении, в среднем. А теперь мы проверяем все порции. Потому что для каждой порции мышцы требуется разное тестирование. Если у пациента одна порция нормальная, а другая порция может дать гипотонию, то это не проблема нервов. Это проблема в прыжке с собой мышцы. В принципе, триггерные зоны в самой прыжке. Проверили так ли это? Я кладу руку пациента на триггерные зоны передней зубчатой мышцы и смотрю, что происходит. Видите, какое усиление происходит? Это говорит о том, что у пациента проблема связана с триггерными зонами передней зубчатой мышцы. Начинаем работать быстрее. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Для того, чтобы не было болезненной наша работа, надо обязательно пациент засектирует плечевой рукой в сустав, смесить его календарю и руку приблизить к противоположной стороне. Этим самым выслежать места в календаре мышцы, и она менее болезненная. После этого важно перепроверить. Если вы правильно провели и лечили, то мышцы будут нормальны. Но я хочу вас еще раз предупредить. Как только мы восстановили тонус мышцы одной порции, проверьте, не будет ли подвергаться гиперреактивности, что на других полуках. Следую попробую. Следую попробую. То есть я прошу захотить ее одну порцию, а потом перепроверяю вторую порцию. Потому что если бывает такой вариант, когда одна порция не работает, а вторая перевозбуждена, она будет гиперрировать мышцы. Проверяем объем движения. Что-то изменится или нет? Мы сделаем только одну мышцу, которая стабильна из плечевой сустава. Видно, как плечевой пояс поднимается сразу же. Это позволяет нам говорить о том, что после этой проблемы с нестабильностью лопатки была причиной того, что не поднимался достаточно объем движения составной руки. Другие мышцы лопатки. Проверьте. Не забывайте, пожалуйста, что помимо передней зубчатой мышцы, большую роль в спекса лопатки играют ромбовидные мышцы. Посадитесь в тюрьму, чтобы вы делаете. Когда у пациента снижен толстом ромбовидных мышц, лопатка не может фиксироваться в правильном положении. И возникает совмещение лопатки. От этого все мышцы, которые выкрыли лопатку, не могут зашли. Следующая мышца. Малогрудная. Дальше это у меня подлога. Я хочу быть Вашей внимательны на малогрудную мышцу. Постойте, важно правильно тестировать. Угол 90 градусов. И пациент сейчас не может правильно понять, что вам необходимо. Когда у него есть какая-то проблема со стороны мышцы, он трудно понимает. Надо что-то контролировать. Зачайку. Разные порции большой грудной мышцы тестируются по-разному. По-попадочной. И таким образом мы восстанавливаем тонус конкретной мышцы, которая понятна поделилась в движении, и в чем все остальные. Пожалуйста, обратите внимание. Видно ли, как тестируются мышцы? Строго рука врача и рука пациента идут под одной прямой линией. Здесь угол 90 градусов. Как только немножко вы не так сделаете движение, получаются другие мышцы, и получаются другие ряды. Следующий раз. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, как несет подлогаточная мышца. Очень важно, чтобы рука была прямая. Чтобы рука стала с Вашей подволой под кистью. Чтобы кисть в движении Вашем не участвовала. Чтобы лопнуть был 90 градусов. Здесь 90 градусов. И Ваша лопатка фиксировала. и в ключевой сустав фиксировался в руке пациента. Вот в таком положении будет совершено правильное тестирование. Так тестировалась подосная мышца и подлопаточная. Но пациент говорит, что мне Ваши мышцы? У меня болит шея. Покажите пальцы, где болит. В 2-3 грудном позвонке. Невозможная боль во 2-3 грудном позвонке. Это больно, что я не то что там толкать ядро. Не то что толкать ядро. Сидеть не могу. И боль из 2-го грудного позвонка дает строго в шею. Что это? Что это? Я не слышу Ваших слов. Это экстензоры шеи и нестабильность в местах крепления. Давайте проверим, а действительно ли у нее проблема с шеей. Как можно проверить, не трогай шею сначала? Надо что? Наклонить голову и посмотреть, а что-то изменится в ее реакции со стороны экстендоров, руки, ноги? Еще раз, перейдите, проверьте, пожалуйста, клиент застанет. Еще раз проверяем прямую мышцу бедра. Хорошо ли это видно? Еще раз проверяем разгибатели трубки. Разгибатели руки. Так, сделаем, все хорошо. Наклоняем голову, смотри, или какой-то причин нестабильности. И мы получаем реакцию со стороны мышцы. Я хочу еще раз показать. Когда пациент имеет прямую голову, прямую шею, все прекрасно. Прекрасный тонус и прекрасная сила. Но человек решил прицелиться, чтобы сделать какой-то выстрел. Он наклоняет голову. И что получается? И все тут же потом. Поэтому у такого пациента проблема не в самой мышце, а проблема в нерве, которая иннергируется. А иннергируется анисотворное шейное водение по салону. Откуда у такой молодой красавицы нестабильность шейного водения? Опять-таки нарушен тонус мышц, который стабилизирует шею. Какими же стабилизируют шею? Экстензоры шеи. Давайте проверим, в каком они состоянии. Посмотрите просто как франциссируют экстензоры шеи. Очень важно голову прижать по центру. Видно, потом она прижает. Потом всю голову развернуть. Потом зафиксирует ладонь и основание, как шея. Видно ли основание полностью шея зафиксировано? Рука вторая стабилизирует грудную клетку. Угол располагается под углом 90 градусов тестируемой мышцы. И вот таким образом проводится тестирование. И это все. Давайте узнаем, как с другой стороны. Прижали подбородок, развернули голову. Зафиксируем шею и грудной отдел позвоночника. Я хочу сказать вам, дорогие друзья. Вот такой пациентке будет нарушение со стороны неприсочной нижней челюстного сустава. И вот такой пациентке будет нарушение со стороны зрения. Почему? И вот такой будет краниальная дисфункция. Почему? Потому что экстензоры шеи с двух сторон фиксируются к затылочной кости. Если одна мышца напряжена, и затылочная костяня к себе, а вторая расслаблена, то при каждом движении шеи у нее будет разворот в затылочной кости. Значит, будет страдать краниальная сакральная система. И краниальная терапия тут будет безуспешна. Я очень люблю остеопатию. Мы многие приемы остеопатии применяем при клубной кинезиологии. Но не будет эффективно краниальной терапии этой пациентки. Потому что она постоянно включает в движение только одну мышцу разгибательной мышцы шеи. Только с одной стороны. И поэтому всегда будет проблем со стороны заточной социальной швы, будет выраженная болезненность. И будет опять-таки компрессия блуждающего нерва. Вы помните, зигулярно в отверстие выходит блуждающий нерв. И я получаю опять-таки реакцию со стороны репресса в проречаторной страхе. А мы и флес в проречаторной страхе. Давайте узнаем. Есть ли у нас проблемы со стороны отточной? Действительно ли страдает репресс в проречаторной страхе? В этом положении левую ногу прижимаете вправо. Как там, плацент? А попробуйте просто... Я имитирую хлопок и хочу узнать, что-то происходит с мышцами? Левую к правой. Левую к правой. Как жалко. Как жалко, мне не поднимет писать мою картину. Итак, лечим шею. Присмотрим лампочку. Для того, чтобы правильно провести лечение шеи, надо будет еще раз их переправить. Сейчас вы видите, что у вас на стерене. Еще раз здесь стрелы, что стерене сделаете, что у вас на стерене. Лежа, 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 лежа. Ну, все равно, конечно, что вы видите ноги. Дальше. Для того, чтобы восстановить тонус мышцы, необходимо найти наиболее болезненные места прикрепления. Они располагаются в среднем грудном отделе позвоночника, но в том месте, про которое пациентка нам и говорила. Помните, ты говоришь, что от уровня до 2 до 3 возникает болезненная шея? Врач находит в болевой участке власти шеи, и производит обычное его растирание. Но желательно разминание делать так, чтобы голова была повернута в эту сторону, а по плечам и суставам была подошвана. И в этих условиях мы стабилизируем места прикрепления. Если лечение проведено правильно, то экстазеры шеи будут восстановлены, и тогда не будет нестабильности шеи. То есть при фреклексе головы не будет слабости в руке. Очень часто на уровне нарушенных триггерных зодов возникают функциональные блоки на грязном варианте на страде. Поэтому мануальная терпения с тем применяется, как оно возможно будет. Давайте проверим, насколько у нас есть в полосе экстензоров шеи. Чем хороша эта техника? Она делается везде, в любом месте, на любом приеме. Не нужно никакого прибора дорогостоящего. Кушетка и наши руки. Все. Наши стабилизу прошло. Кушетка и руки. Все. Покажи мне, если мы фиксировали в шею. Опять же, 90 градусов. Хорошо великий видео в углу 90 градусов. Фиксация причин уходится. А теперь давайте проверим, как будет работать шея. Мы снова делаем фиксию головы. И снова проверяем работу экстензоров. Таким образом, мы восстанавливали нестабильность шейного отдела подсолнечника. Друзья мои, у пациентка болела шея. Мы к шее никакого отношения, что не прикладывали. Мы только стабилизировали ее экстензор. Как только экстензор стабилизируется, большее в модели проходит. Вставайте. Посмотрите, пойдете. Нет, нет, нет. Мы восстановили тонус мышца. Но рука не включается в движение. И в этом случае мы проверим технику динамическое переобучение. Если у пациента долгое время не работала рука, то необходимо его заново обучить движение. Это происходит при последовательном включении мышц. Сначала лучше разгибать кисть, потом локоть, потом плечевой сустав. Обратно кисть, локоть и плечевой сустав. И это движение производится через сокращение. Сгибание. И просим пациента сопротивляться к этому положению движения. Таким образом, мы учим пациента в последовательном включении. Сначала сгибатели кисти, потом локтевого сустава, потом плечевого сустава. И на локтевого сустава. Ну что, давайте посмотрим, какой наш результат. Теперь в своем каждом режиме она будет восстанавливать свою функцию, и для нее основной 12 будет являться сама карьера. Вот такая простота точности диагностики позволит вам четко решить, что вы можете, а что вы не можете. Следующий вариант. Когда у пациентов пропенсионный стаза, а имеются восходящие наружные и нисходящие. Как вы можете догадаться? Надо долго это не настраивать? Фокусировка не очень, потому что фон. Итак, восходящие нарушения. Нарушения, которые идут с уровня страху. Обычно сегодня рассказывают господин Божков в своем выступлении. Когда с первой причины является стопа. И это действительно так. Стопа очень часто является причин нарушения. Но забываем, что помимо суставного аппарата в стопе еще имеются мышцы. И стопа опускает не сама по себе, а снижается тонус мышцы, которые стабилизируют стопу. Это задние большеверцовые мышцы и маловерцовые мышцы. Они являются основным стабилизатором стопы. И кроме того, сгибатели и разгибатели пальцев. Очень часто, как только начинается снижаться тонус разгибатели пальцев, выключаются все остальные мышцы, которые входят в единый пневматическую цепь. И у вас возникает восходящее нарушение. От дискурции стопы мышцы и горьи к неофасциальной цепи. Следующий вариант. И вариант восходящих нарушений. Когда компрессионный синдром из вышележащих отделов спускается вниз. Вот то, что мы сейчас у девушки делаем, значит подходит к нисходящим нарушениям. От шейного отдела позвоночника в машине спустались вниз. Но могут быть варианты восходящих нарушений. Обрат к вылетению, пожалуйста. Кто готов быть моделью в следующем? Чуть дальше еще. Еще дальше. Да, еще назад. Стоп, да. У кого еще есть проблемы с ним? Прошу. Первое, что вы делаете? Я хочу узнать. У него есть проблемы, которые я могу решить? Или их нет? Что я посмотрю? Человек. Что я посмотрю? Кто мне скажет? Шаг. Посмотрю. Еще что? Нестабильность таза. Посмотрю. Еще что? Вроде брюшную диафрану. Посмотрю. Еще что? И руки. Посмотрю. Ну что, вперед. Видно, этот человек хромает. Какая потрясающая кровота. Таза. Да. 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 Таза. Да. То есть у пациента имеется нарушение ходьбы. Он не может сделать флексию ногой. И он тогда берет весь таз, разворачивает вот таким образом и ставит ногу. Вместо того, чтобы сделать флексию ноги, он разворачивает таз и сделает движение. Вот таким образом. Эту ногу ставьте ровненько. Ставьте ровненько, лучше. Вперед. 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 Потом снова поднимает весь таз, разворачивает и ставит. Еще раз. Ровненько. Потом из таз поднимает, разворачивает. Я хочу, чтобы еще раз это увидели ноги. Хорошо? Только очень быстро идете. Медленно. Делаете шаги большие, но медленно. Так. 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 Боже, что вы делаете? Так, еще раз. Хорошо скрываете. Как только выключается весь самотубик, как красиво шел. Правда же? Кто мог предположить? Глаза. Глаза. Единственное, что мне нравится, что у него какие-то руки доработают. Еще раз, согласен. Менталик здесь. Где-то как он в сторону уходит? Почему он уходит в сторону? Что он мне скажет? Почему он уходит в сторону? Какие мышцы не работают? Приводящий гипоталичный, а отводящий что? Что он мне скажет. Как раз. Да. Да. С какой стороны упорачивается квадратная лимборова? Кто скажет? И еще раз, Марина, посмотрите, как красиво двигается пояс. Как он всю руку заворачивает в сторону. Давайте узнать, есть ли у него проблемы восходящие или не восходящие. Для этого я начинаю смотреть сразу с экстендеров пальцев. Потому что все мы в нее поставили цепь и начинаются с экстендеров пальцев. Как проводится изделие экстендеров пальцев? Положение стоит. Я прошу пациента разогнуть палец и его выдержать. В норме человек должен прекрасно держать палец. Видно ли, что он его держит? Вы сопроводеваете или нет? А с другой стороны? Мы встали, как аккуратно закрыли. Посмотрите, какой мощный палец. Еще раз покажите. Видно ли, какой мощный палец. А с другой стороны? Резкая поднялась. Если у пациента не работает экстендер от большого пальца, у него не работает вся миофасциальная цепь, которая начинается от стопы, поднимается вверх и достигает височного челюстного сустава и мышц челюсти. Я хочу узнать, какая причина этого нарушения. Начинаем с самого простого. А нет ли компрессии нервов, которые норевируют этот палец. Начало цепи, покажите мне, пожалуйста. Миофасциальная цепь – это спагенация мышц, которая начинается от стопы, как у вас в картиночках есть, поднимается выше и кончается вивательная мышца и фиксируется на уровне челюсти. Давайте узнаем, в каком состоянии находится мышца этой цепи. Первая мышца – прямая мышца бедра. Видно ли, как она хорошо работает? Это же слезы какие-то, они мышцы. Вторая. А вторая имеет прекрасный тонус. Именно поэтому он не мог сделать флексию ногой. Он делал флексию мышцами таза. Смотрим дальше. Проверим дальше мышцы по цепочкам. Первая очень важная мышца – это косые мышцы живота. Уважаемые, не забывайте, пожалуйста, что когда у пациента имеется проблема со стороны косых мышц живота, у пациента нарушается очень много проблем. Первая очень работа – груду брюшной диафрагмы. Посмотрите, какая сильная мышца с одной стороны. Видно ли, какой прекрасный тонус. И насколько гипотонечная мышца с противоположной стороны. У такого пациента всегда возникает мышечная тоничная спириоза. Потому что когда у пациента кивает, касаемо со мной, если она хорошо напрягается, а с другой стороны расслабляется, возникает реверный горб. Помните, что косые мышцы поднепляют огромный крест. Смотрим дальше мышцы. И я проверяю все мышцы по вот этой цепи, которая сейчас наскорблена на схеме. Таким образом, мы нашли 3 мышцы из цепи, которые не работают. Это не работают экстензии большого пальца. А мышцы степеньки. Еще это не экстензии большого пальца. Не работают прямые мышцы бедра. И не работают косые мышцы живота. Их можно ищить в отдельности, а можно найти причину, которая объединяет патологию этих 4 мышц единое целое. Первое найти, какие варианты имеются слабости экстензии большого пальца. Я прошу пациента лечь. И смотрю. Нет ни капрессий со стороны глубинного аберрициона метра. Вы знаете, если бы немножко... Как видно тестирование. Обратите, пожалуйста, внимание, как правильно проводить тестирование. Не торопитесь. Вы разгибали большой палец, вы фиксируете его рукой и одновременно проводите движение в противоположном направлении. Видали, какая гипотония пальца с одной стороны и другой палец с другой стороны? Теперь я хочу узнать, не является это причиной компрессии в глубину малоперцового нерва. Первое, что я проверяю, в каком объем пассивных движений в стопе с правой стороны и с левой стороны. Далее, как больно? Обычно, когда у меня есть компрессия, не возникает боль вместе, выпыкает его на поверхность. Далее проверяю, а движение костей, таза, суставов с тобой что-то меняется или нет? Таранную кость. Я беру таранную кость двумя пальцами, смещаю ее вниз и смотрю. Как будет большой палец работать? Посмотрите, пожалуйста, у вас стекает резкое восстановление тонуса. Убирайте пальчик. Как только убираете, палец гипотоничный. Как только смещается таранная кость вниз, восстанавливается палец гипотоничный. Это говорит о том, что имеется обычная компрессия со стороны глубины малоперцового нерва. Но какое это отношение имеет к прямой мышце бедра и к косой мышце живота? Давай узнаем положение лежа, а не гипотоничный? Красавчик. Красавчик. Я хочу еще раз показать, мы очень много говорим о миофасциальных цеплях, но забываем, что миофасциальный цеплях работает в каждом движении. И очень часто мы пропускаем. Вот посмотрите, пожалуйста. Пациент засел и поднял стопу наверх. Я это не заметила. Видно ли, да? И мышцы имеют мощную силу. Но как только он выключает миофасциальную цепь и расслабляет ногу, возникает резкий кислородный мышц. Поэтому, друзья мои, очень важно, чтобы когда вы тестировали мышцы, вы вытестивали правильно, потому что как только вы позволяете мышцы включиться неправильно, включается вся патологическая цепь. Все мышцы тела становятся сильными. Человек так себя сам усиливает. Поэтому очень важно протестировать и всегда опускать стопу, чтобы она не включалась в тело. Я хочу, чтобы так работают косые мышцы живота, которые были положены сильными. Вот, конечно. Что делать? Копоничные. Патоличные. Писаловка. Волосы. Как сможете. Посмотрите. Посмотрите. Вы понимаете, как правильно тестировать мышцы. Опять угодно 90 градусов. Видно, как человек пытается сесть с горбышей. Спина ровненькая, руки ровненькие, и он не может оказаться в коленец. Теперь я хочу узнать, а какое это отношение это имеет к мне по самому цепи? Я не знаю. Давай посмотрим. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Покажи, чтобы показать, как такая себя работает. Стопа опущена. Видно, что стопа опущена. И человек падает, как срубленный суп. Или что он срубленный? Дерево. Поднимает стопу. Я этого не вижу, а он коварно поднимает. Я думаю, о, какой хороший результат получил с этого лечения. А он просто поднял стопу. Вот такую роль имеет стопа для всех мышечных связей. Как на ноге, как на бедре, как на животе, так на шейной модели и позвоночнике. Поэтому очень важно смотреть все нарушения с восходящими участками. Поэтому, если вы получаете множество гипотоничных мышц, которые не связаны с собой инновационными звеньями, начинаете осмотрение фасциальной цепи, начиная со стопы. И первый звонок для нарушения цепи – это разгибатели большого пальца. Поэтому, если мы сейчас разгибатели большого пальца и восстановим, будет реакция со стороны мышц бедра и со стороны мышц живота. Я хочу проверить, хорошо ли я это сделаю. Я фиксирую тараную кость основным захватом. И провожу элементарную трассу таранской кости. Я хочу проверить, хорошо ли я это сделаю. Я смотрю, как работает палец. Далее я смотрю. Нет. Далее я смотрю, как постановится прямая мышц бедра. Этого оказалось для меня достаточно или нет? Но стопу контролирую. Видно, что я стопу контролирую. А теперь проверяю. А в плече есть ли косые мышцы живота? Посмотрите, пожалуйста. Мы работаем только на стопе. А эти восстанавливаются. Ага. А косуемся же. Минуточку. Я хочу продвинуть. Один ават, ребята, стопа. Я беру еще раз поднимаю стопу. Возвращаемся к стопе. Как вы думаете, что произошло? Что-то мы на стопе что? Не доделали. Что мы могли не доделать на стопе? Мы поработали с суставом. Мы сделали манипуляцию. А что-то мы не сделали. А что мы не сделали? Мы не произвели динамическое переобучение. Друзья мои. Что бы мы не сделали на суставах, надо же чтобы мышцы к этому движению были подготовлены. Вы изменили положение мышц в суставах стопы. Но вы же не адаптировали мышцы к новым положениям суставов. И вы получили прерывистость в неофициальную секунду. Поэтому проработали с составными манипуляциями суставов. Надо произвести динамическое переобучение. Руками фиксируют пальцы стопы. Видали? И проходят движение изолированно. Сначала разгибаются пальцы стопы, потом сама стопа. Сгибаются только пальцы стопы, потом сама стопа. Я обучаю пациента правильно включать мышцы. А именно включать сгибатель и разгибатель пальцев в выполняемое движение. Казалось, такая простая технология. Но подумайте сгибание стопы, сгибатель пальцев. Вы посмотрите, как включаются и выключаются мышцы. Мощные мышцы, которые располагаются на уровне холестничного отдела и туловища. Не забывайте, уважаемые коллеги, когда мы работаем на реэдукации. Важно сделать не только реэдукацию сгибания и разгибания, но и наружной стопы. И вам будет не ротация, потому что задняя большая мышцовая мышца. Она делает мышцы плутые ротации. А малой мышцовым сделает наружную ротацию. И будьте готовы к тому, что пациент не сможет понять, что необходимо делать. Он никогда это движение не делает. А можете делать саду уже одну. Теперь делаем на себя наружу, вниз во внутрь. И поэтому делайте движение сгибания и разгибания. По косой одной линии, по косой другой линии. То есть как сгибание и разгибание, так и отводящие и приводящие мышцы. Вот так правильно. И этим самым активизируем не только мышцы передние посадки, но и богоможные посадки и внутренние посадки. Теперь опять по прямой на себя. Не забывайте, потому что моя задача не только нормализовать положение нервов в стопе, но и у вас при тонусе мышцы сгибания и сгибания. Наружными и внутренними разложениями. Сгибания. 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 Давайте проверим, как отлегкивают мышцы на этом нарушении. Сгибания. Сгибания. Видно ли, какой тонус хорошей мышцы сгибания? А теперь я снова проверяю косые мышцы живота. Минуточку, нет линии. Частота опыта. Косые мышцы живота. Я не стараюсь не советовать. Я говорю, что каждой этой женщине нужно будет четко рассказать, чтобы было это все понятно. Но хоть она была гипохонечной? Я не поняла, что я его не встал восстановить. Только у него мордашку изумительных пациентов. Еще раз. Уважаемые коллеги, знание закона биопеханики – это важно для работы с пациентом. И поэтому, зная закон о работе мифасальных детей, вы можете очень быстро и эффективно восстановить человеческое тело, не касаясь тех мест, в которых находятся проблемы и нарушения. Какой-то вопрос? Какой-то вопрос? Какой-то вопрос? По поводу... Часто минутчик. Прошу вас встать, не торопитесь, мы сейчас остановимся. Нет, вы должны пройтись и насладить нас своей ходьбой. Вы знаете, ходьба стала получше. Но он все равно подтягивает ногу. Вот если вы обратите внимание, шаг стал больше. Но все равно при подъеме ноги, поднимайте ногу. При подъеме ноги. Он как-то разворачивает вот таким образом таз. Еще раз. Странно думаю, что такое? Проверили? Проверили еще раз мышцы. Почему при движении неправильно включается? Разгибатель пальцев. Прекрасно. Флексоры ноги. Прекрасно. Какая-то еще есть проблема, которая включается только во время ходьбы. Что-то еще на мышцы влияет, что подавляет их при ходьбе. Какие-то проблемы были, полцам еще со стратаза бедного станок, какие-то операции или что-то еще? Прекрасно. 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 Давайте узнаем. Неорбез ли послеоперационного шва, а в этой недвижимости или ядем на мышцы. Прошу. Анатолий, я уже не знаю? Анатолий, тоже не видел? Да. Какой то? Итак, первый экстанцентр постеряка средней конечной мышцы. Посмотрите, пожалуйста, средней конечной мышцы резко-гипотоничной. А с другой стороны? Не забудьте, пожалуйста, при достижении среднегодичной мышцы, очень важно, чтобы нога была строго ровная и было чистое отведение. Смотрю тендер фасторяга, посмотрите, пожалуйста. Нога поднята вверх, совершена исходная внутренняя ротация. И контроль своими идет, посмотрите, пожалуйста. И эта мышца гипотонична. Выключены стабилизаторы тазобедренного сустава с одной стороны. Я хочу найти причину этого нарушения. Я прошу пациента, посмотрите, мне ваш штангаз спустит. И попросите пациента делать самостоятельное. И вы находит тот рубец, о котором он говорил. Рука располагается на руце. Я ничего не делаю. Я только располагаю руку на руце. И хочу узнать, что происходит. Виднали, какая реакция со стороны мышцы? На ручку. Далите. Но он же говорит нечего, что у него болит тазобедренный сустав. Позвольте я наслаждаться на руку. Постараюсь наслаждаться его. Где болит тазобедренный сустав? Он говорит, что у него выраженная болит тазобедренный сустав. Теперь располагаю руку на том рубеце, который он нашел. И снова проверяю его боли. И боли резко уменьшаются. Таким образом, нарушение пада наказанных шагов не только с флексором, но и с отводящей мышцей. Из обычной была рубцовая ткань после проведения операции. Начинаем работать. Если мы не устанем от ингибирующего влияния со стороны кожи, то мы не сможем восстановить стабилизацию тазобедренного сустава. Можно найти Олег Вячеславович. Не старайтесь, зайдите на правильное воздействие. Олег Вячеславович. Попробуем направление какому-то лучше растягиваться. Можно определить направление вот здесь на рубеце. Вертикально, горизонтально, по косой линии. И таким образом найти то направление, что наиболее важно для пациента. Почему это важно? Потому что пациент уже будет самостоятельно, а потом работает с этим процессом. Вертикально, когда вы начнете направление, вы проводите обычное растяжение ульцовых тканей. Я растяну и сделаю. Так, растягиваю. Одна рука растягивает рубец. Хорошо это видно на схеме. Одна рука растягивает рубец. И во время направления, которое вы нашли, а вторая рука в это время производит разгинание. Это элементарные, простые техники, очень доступны для вашего воздействия. Но посмотрите, каким они мощным инкибирующим влияние на мышцы влияют. Таким образом, одна рука растягивает рубец из того направления, который вы нашли. Вторая рука оказывает направление против мозга, растягивающим движением. Бойки выносили, пациент любите голосом. Пожалуйста, забросите такие голосы. Постепенно боль по вашей силе исчезает. Давайте проверим, хорошо ли мы пациенту сделаем. Вы понимаете, какая была выраженная гипотаница стороны мышцы? Можете восстанавливаться? Дело в том, что это пасторят эти 3-3-4-4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-7-6-7-7-6-6-6-6-6-7-6-7-7-6-7-6. Вставайте. Вперёд. Не может, что у вас закрывается глаза. Вперёд. Вперёд. Ну, какое-то ещё есть нарушение. Располагайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Взять. Когда я смотрю оттук, я могу ведь длинный оттуктор, большой оттуктор, коробкий оттуктор и гребешку. Расслабим. Дайте. А кто укорочит? Расслабим. Расслабим. Почему, если тогда есть растение? Потому что долгое время, долгое время были гипотонично обрадящие мышцы. Он мог бы укорочиться в статоприводящие мышцы. Как поедет этот пациент, уважаемый господин? У Вас вопрос был, Эдуардас? У меня был вопрос, почему сразу или от соус не посмотрели нейтральную цепь, смещение именно, что экстензоры есть, сбаланс между экстензорами и шеей, и флексорами, и что глубижная цепь. И, несмотря на то, что он делает выключенное тензорфасы Элято отвечает за боковое движение, она была слабая, значит, что-то другое. должно быть укорочено. Просто ли обслуживаться? Для того, чтобы проверить, как работает поэтично-подношная мышца, проверяется тест внутренних ротатов. Для этого пациент вытягивается ложкой, натягивается ткань, и удерживая натяжение ткань, проводится внутренняя ротация. В норме стопы должны совершать одинаковую внутреннюю ротацию. nó не будет. А одинаковый, как выглядит. Олег Вячеславович, там, вы своими руками запрямаете. А так не получится, векарь. А если вот так, только не с удовольствием. Тогда начать с крыловой ступенка. Так, видно ножки? Внимательно еще раз посмотрите тест внутренних ротаторов. Натягиваются ткани и, не упуская натягивание, совершается внутреннюю ротацию. Видно ли, как одна нога есть резкая конечную внутреннюю ротацию? Это призыв того, что имеется разный тонус внутреннего справа с правой стороны и с левой стороны. Для проверки и тестирования, мы отпустили ногу в сторону. Сточим наружную ротацию и совершаем тюнипер. Это элеопсон с одной стороны. И провалим то же самое с противоположной стороны. Очень часто, когда элеопсон короче с одной стороны, она не дает гипотоним протестировать. Но как только мы проводим ее сближение спритеплений, покажите, как мы делаем максимальное сокращение. Еще раз покажите, как мы приближаем спритеплений. Вот таким образом. Максимальное ее сокращение. Видно ли? Мы получаем неадекватную реакцию с этой поясной воздушной мышцей. И она становится гипотоничной. Давайте лечимся. Для права и проведения лечения, одна рука из-за гипотонистемии пальфирует брюшком или абсорусом на руке крыла подножных костей. Вторая рука, фиксируя телом коленный сустав, максимально приближает места прикрепления мышц. И в этих условиях, в условиях максимального сближения места прикрепления мышцы, мы производим массаж брюшка пояснической подножной мышцы. Это тех, кто позволяет устроить гипероспудимость мышцы, которая приводит к тому, чтобы возникать резко повышенный тонус со стороны адаптера. Как только у пациента напряжение ткани уменьшается, объем приближения места прикрепления мышц может быть увеличен. Поэтому очень часто, поскольку на этой ноге мы были гипотоничные средние ягодичные тендерпасы изоляторов, то очень часто приводящие мышцы аддокторы или абсорус бывают укорочены и перевозбуждены. Но мы не могли это выяснить, пока мы максимально не сократили эту мышцу. Видна ли восстановление разницы тонуса в симметрии? То есть, если вы правильно провели лечение, объем внутренней ротации справа, стороны слева восстанавливается, но вы должны обязательно перепроверить еще раз. Сократили мышцу и еще раз перепроверили ее. И в норме тонус сократился. И очень важно сделать диаметическое переобучение всей конечности. Не забывайте, уважаемые столики, вы переизменили тонус мышцы, вы должны обязательно провести его переобучение. Нога опускается вниз. Хорошо ли это видно? Вторая выпрямлена для того, чтобы максимально или абсорус была в растянке в этом движении. Посмотрите, пожалуйста. Нога сгибается в коляном суставе и производится движение впротив сопротивления. Вот в этом случае инициотерапия несет оправданный характер. После восстановления ли абсоруса. Остабание и характерное положение. Она к ли абсорус отношения не имеет. Не забывайте, уважаемые коллеги, движение впротив сопротивления это наиболее оптимальный вариант переобучения, чтобы абсорус правильно включался во флексию и в экстензию. Несколько вариантов движения бывает достаточно. Давайте прям, как наш клиент идет. Закрывайте все, что можете закрыть. Видно ли, насколько ровно 100 детей? Это работа 15 секунд, уважаемые коллеги. И мы восстанавливаем правильную ходьбу у пациента. наиболее. Одна рука мне не нравится, и как он от руки начинает покурить. Посмотрите, что у вас тут. Время уже все. У нас что-то почувствовали уже. Ну а как он без левой руки пойдет? Правильно. 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 Первое, что мы делаем. Мы проверяем объем движения. Посмотрите, пожалуйста. Мы проверяем, насколько движение объем в руке. Правой или в руке. Одна рука фиксирует включительно-хранированное сочленение, а вторая проводит объем пассивного движения. Если в руке имеется какое-либо нарушение, объем движения будет осен отличный. Далее проверяем болезнь без прикрепления. Если имеется расскажение сустава между ключевыми лопатками, то будет болезнь без прикрепления. Далее проверяем стабильность лопатки. Вы уже это знаете. С левой стороны. Если у пациента имеется нестабильность лопатки, то нет смысла уже работать на таком случае по-другому. Надо сначала стабилизировать лопатку. Мы увидели при этой руке, что лопатка нестабильна с правой или с левой стороны? С левой стороны. С левой стороны. Проверяем экстензоры по порции. Я сказал экстензоры. Передняя зубчатая. Мы находим, что передняя зубчатая мышца имеет гипотоний в верхних отделах. Проверяем точно ли это связано с передней зубчатой мышцей. Находим нарушение. Сближаем места прикрепления. Фиксируем рукой, опуская рукой плечевой сустав, а вторую руку располагаем на противоположную сторону. Пациент, жалко, что не больно. Окажите ему лечебное воздействие. Сейчас я послушаю. Проверяйте еще раз объем движения. Еще раз покажите. Теперь надо будет дать пациенту домашнее задание. Он должен заниматься, спасибо большое. Он должен заниматься стопой, мышцами стопой. Он должен заниматься ли об соус, и он должен заниматься передней зубчатой мышцей. И обязательно, обязательно растягивать рубец после операции. Какие из вопросов пациенту и ко мне? А с лопаткой два специальные упражнения для лопатки. Или, конечно, покажите упражнение для лопатки. Упражнение для лопатки. Упражнение для лопатки. И натука с лопатки. И вот это уже покажите. Покажите, пожалуйста, щек просит. Поплажите. Основные упражнения для плечевого сустава. Первое, которое мы с вами уже проходили. Сгибание-разгибание кисти. Это стопа. Кисть разгибается, кисть сгибается. На край даже ниже. Кисть разгибается. Кисть разгибается, у вас. Олег, кисть не забудьте, пожалуйста, вместе. Вот таким образом мы оптимизируем последовательное причинение мышц плечевого сустава и восстанавливаем их потом в плече. И второе упражнение, которое должен пациент делать дома, направленное на растяжение капсул сустава. Рука вытягивается вперед и внутрь, видно ли, для того, чтобы тренировать с манжетом плечевого сустава. Врач фиксирует плечевой сустав руками, а пациент вытягивает руку. Таким образом производится геномическое переублечение для мышц плечевого сустава. Таким образом, для того, чтобы узнать, чем мы можем помочь пациенту и можем ли мы помочь пациенту. Почему? Мы должны разбираться в 4 апселях. Первое. Есть ли разница в плене шага? Есть ли разница в плене шага? Есть ли разница в плене шага? Если мы смотрим сгибатели, что? Разгибатели. И смотрим не только сгибатели, как прямые мышцы метра и экстендоры, но и сгибатели пальца большого, и сгибатели коленного сустава за метр. Есть ли вращение таза? Мы смотрим косые мышцы живота, мы можем пояснить воздушные мышцы и, самое главное, квадратные мышцы поясницы. Они могут быть укорочены и этим самым нарушая движение и поддерживать грунтопрочной диапазме. Следующее. Асимметрия. Нет, 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 это я говорю. Следующее. Неистабильность таза. Когда пациент в плене шага совершает дополнительное движение составного таза бедренного сустава, надо думать о больших геологических мышцах и о синдроме грушевитной мышцы, который может сдавливать и компенсировать верхние геологические суставы. И последнее. Асимметрия. Если пациент при ходьбе с одной стороны совершает большой объем движения, а с другой стороны маленький, будьте осторожны, здесь может быть нестабильны со стороны лопатки, гипотомия под лопаточной, подростной и армамидной мышцах. И не забывайте смотреть, чтобы ходьба была на лице с закрытыми глазами и ходьба с открытыми глазами. Я не стала сейчас показать по суставе, как вас на лице с закрытыми глазами, потому что прекрасно показал господин Чечен и тот еще кто-то показывает, и Анатолий потом показывает. Когда по суставе с закрытыми глазами. Можно я вас еще раз покажу? Ничего, только встаньте и тут хоть походите. Стойте, разворачивайтесь. В норме, человек при закрытых глазах должен прекрасно совершать движение, не совершая ротацию, что? Есть ли у человека, проверяется ротация, что вы смотрите первое? Что вы смотрите? Внесуночное что? Что вы делаете? Вы открываете рот пациенту и смотрите, как он на этот рот совершает движение. Вы подставляете подставочки под один зуб, что? Под другой зуб и таким образом проверяете, как работает сочная и чрезвычная система. Понятно ли, уважаемые мои? И таким образом вы можете определить, насколько вы влияет визуально ниже честного сустава над суставом. Таким образом вы проверяете нисходящее влияние над стопы вверх, помимо с целью цепи, и нисходящее влияние над ниже честного сустава вниз по дому еще. Вопросы ваши уважаемые? Вы так все молчите, что я даже не знаю. То ли понятно, то ли не очень. А можно один вопрос? То есть вот. Можно экспресс-диагност? 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 еще вопрос уважаемые дорогие друзья я хочу вас поблагодарить то что были с нами эти два дня мы с вами провели прекрасный прекрасные два дня много посмотрели интересных докладов много интересного общения было я надеюсь что в следующий год в это же время вторые выходные декабря вы будете здесь знать большое спасибо за внимание приходите учиться